Добрый вечер! В эфире выпуск новостей Верхнеуральского телевидения. В студии Дмитрий Юшачков. Смотрите сегодня в программе. На Южном Урале начали принимать заявления на получение пособия к школе. Территория выполненных дел. Выездное прошло в Степном. Молодежь за дружбу поселений. В Фарштате прошел фестиваль. Возвращайтесь с победами. Спортсмены уехали на золотой колос. На выплату пособий к новому учебному году из региональной казны будет направлено более 50 миллионов рублей. По предварительным расчетам родители порядка 34 тысяч детей на эти деньги смогут подготовить ребят к школе. Средства на эти цели направляются ежегодно. С 16 июля заявления на единовременное денежное пособие начали принимать в Управлении социальной защиты населения. Выплата положена на каждого ребенка из многодетных малоимущих семей и каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 лет, обучающихся по очной форме в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Оформить единовременное пособие можно в УСЗН вплоть до 31 октября текущего года. С 1 августа начнутся сами выплаты пособия в размере 1500 рублей на ребенка. Очередное аппаратное на выезде прошло 16 июля в Степном. Там же глава района провел прием граждан. Подробности смотрите в нашем сюжете. 16 июля на территории Степного поселения состоялось выездное совещание. Глава района Сергей Айбулатов и поселковый руководитель Юрий Моисеев посетили ряд объектов. По дороге на Волковский побывали на мосту, под которым заменили трубы. На автодороге в поселке Вятский, что ведет до местного кладбища, на средства поселения не так давно отремонтировали дамбу. Нагрузка на этот участок всегда немалая. Здесь ездят в наш район жители поселков соседей из Башкирии. Как дорога, эта накатанная полоса по землям сельхозназначения в дорожной карте поселения не числится. Обращение местных властей по отсыпке данного участка сегодня в процессе. Затем по плану посмотрел Сергей Айбулатов в Вятский клуб. В Степном сделали мост через реку Ямскую. Спустя продолжительное время вопрос по установке удалось решить. Валентина Дедик, директор Степнинского дома культуры, показала спортивный зал после косметического ремонта. На средства, выделенные из районного бюджета, удалось привести помещение в пригодное для занятий состояние. Ремонт на 90% освоено у нас средств. Остались у нас окна и небольшая электрика. Но к концу июля на 100% будет готово спортивный зал. Можем заниматься уже. Следом обсудили возможность войти в программу по ремонту учреждений культуры и включить в качестве объекта помещение кинотеатра на 400 мест, которое сегодня требует ремонта. На прием граждан в режиме нового формата к Сергею Айбулатову обратились 6 жителей Степного поселения. Вопросы касались замены окон и устройства от мостки здания школы, установки детской площадки в районе многоквартирных домов. У нас поселок, он такой хороший, он не обиженный, он такой как бы светящийся, он на виду такой хороший поселок. Значит, про детскую площадку вопрос очень такой хороший, добрый, и мы его обязательно решим. Мы его обязательно решим. Тем более, что это в наших силах, это неведетные деньги. Далее в рамках совещания глава муниципалитета вручил Ольге Рукиной грамоту вице-губернатора Челябинской области за вклад в подготовку и проведение выборов президента. Совещание со специалистами администрации района и поселения завершилось обозначением конкретных решений по поднятым вопросам. Юбилейный пятый фестиваль прошел для молодежи в Форштадте. Пять команд бороли за звание лучшей. Материал с мероприятия смотрите далее. В пятый раз в Форштадте прошел районный фестиваль «Десять колец дружбы». Участников мероприятия и зрителей приветствовал глава поселения Анатолий Катрухин. Этот праздник проводится ради вас, ребята. Ради вас. Для чего? Для того, чтобы вы больше общались между собой. Чтобы слово «дружба» осуществлялось по факту. А я вам желаю всем успехов, удачи, дружбы и всего хорошего. С праздником, ребята! На этот раз участниками стали команды из пяти поселений. Кроме хозяев выступили команды Красненского, Степного, Спасского, Карагайского поселений. Молодежным объединениям нужно было приготовить визитную карточку и творческий номер. Продолжение следует предоставbrig, в Десять колец дружбы нам thirty-fourней. Погуб realm above the seventy-third. Дойцы, она сейчас навс Startup. Деда quest to be with me, ПЕСНЯ Жюри оценивало выступление команд по определенным критериям. Фестиваль в этом году прошел на тему «Год волонтера». По итогам конкурсов третье место у «Красницев», второе у команды «Форштадта». А победителями стала «Спасская команда молодежи». ПЕСНЯ 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 спартакиаду спортивных сельских игр «Золотой колос» в село Варна. Напутственные слова спортсмена перед поездкой сказал заместитель главы района по социальным вопросам Сергей Машкин. Хотелось бы пожелать вам побед, больше первых мест, ну и потрудиться и отдохнуть во время праздника. В Варне наш район примет участие в таких видах, как стрельба руководителей, мини-футбол, большой футбол, легкая атлетика, армспорт и перетягивание каната. 12 июля глава района Сергей Айбулатов провел встречу с тренерами и спортсменами. Обсудили вопросы сдачи норм ГТО, развития видов спорта на территории поселений и четкого систематизированного графика проведения соревнований и участия наших спортсменов на всех уровнях. Дальше участие в областных физкультурно-массовых спортивно-массовых предприятиях. Понятно, да? То есть это то, что мы подразумеваем. Разные соревнования областные и «Золотой голос», и может быть и «Лыжня Тихона», может быть и «Парижский марафон». То есть у нас много соревнований, которые мы знаем, которые у нас на святых, где мы участвуем или не участвуем. Вот. То есть надо об этом сегодня говорить. Редактор субтитров А.Семкин Санаторий «Карагайский Бор» приглашает получить квалифицированные консультации следующих специалистов. Эндокринолог ведет работу по приоритетным направлениям деятельности, таким как сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, хроническая усталость, остеопороз, профилактика старения и не только. Прием терапевта-диетолога включает анализ композиционного состава тела на компьютеризированном аналитическом комплексе «Диамант Аист», оценку пищевого статуса, составление плана диагностики и лечения ожирения, нарушение обмена веществ, прием косметолога с применением электронного компьютеризированного дерматоскопа и индивидуальными рекомендациями по уходу за кожей лица. Телефон для предварительной записи 8-908-570-38-35. Трагедии начинаются с этого. Соблюдайте правила поведения на воде. Это самый интересный фильм, который ты когда-либо видел. Там есть все. Умопомрачительный экшен, немного от мелодрамы, очень смешной комедии и даже философской притчи. Наркотики могут его оборвать. Ведь этот фильм – твоя жизнь. Цени свою жизнь. Жаркий июль. Для ребят Верхнюральска активно работает новый формат познавательной программы в районном Кривеческом музее. Подробности в следующем сюжете. Летние каникулы – это не только время активного отдыха, а еще и возможность узнать что-то новое и познавательное. Впервые в Верхнюральском Кривеческом музее в период с 10 по 31 июля реализуется программа «Лето в музее» для школьников, которые, играя, узнают много интересного и получают полезные умения. 15 ребят в возрасте от 8 до 12 лет приходят в музей каждый день. Ребята уже познакомились с историей музея, которому в сентябре исполнится 70 лет. Заглянули в самые сокровенные уголки – подвал и фонда хранилища. Прогулялись по городу и узнали тайны прошлого. Стали участниками занимательных опытов. Проявили свое творчество на мастер-классах. Научились работать с картой, разыскивая достопримечательности города. Узнали, как составить родословную своей семьи. Познакомились с предметами быта в казачьей горнице. Я узнала, что наша река Урал. Раньше называлась река Египет и узнала, что здесь стояла пресса. Мне нравится сюда ходить, потому что тут очень добрые работники, очень отзывчивые. Тут все очень красиво. Они историю очень большую нам повествуют, каждый день разную. Музейщики подружились с детьми и с нетерпением ждут следующей встречи с юными следопытами. Занятия продолжаются. Подробную информацию вы можете узнать, став участником сообщества Верхнеуральский краеведческий музей в социальной сети ВКонтакте. 17 июля этого года исполнилось 30 лет команде КАМАЗ-Мастер. Фанат автоспорта Верхнеуралец Александр Каукин к этой дате сделал видеоролики с участием любимых гонщиков. Верхнеуральский краеведческий музей. Верхнеуральский краеведческий музей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой Едем, едем с гаража угнав папину победу Едем, едем в соседе села на дискотеку Ай-яй-яй-яй-яй-яй 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 Коротко о других событиях смотрите в рубрике одной строкой В связи со сменой гарантирующего поставщика электроэнергии В Челябинской области энергетики ОАО МРСК Урала Информируют о порядке и сроках оплаты счетов для физических лиц И перезаключение договоров электроснабжения для юридических лиц Так, представителям бюджетных организаций и управляющим компаниям Необходимо в ближайшее время переоформить договоры электроснабжения И заключить их с ОАО МРСК Урала Для физических лиц перезаключение договоров не является обязательной процедурой За июнь 2018 года счета абонентам будут выставлены еще прежней компанией ПАО Челябинергосбыт Их оплата должна быть произведена в обязательном порядке Но только за отчетный месяц июнь 2018 года Новые реквизиты будут указаны в квитанциях за июль текущего года По любым вопросам, касающимся энергосбытовой деятельности Расчетов, оформления квитанции, перезаключения договоров Вы можете обратиться по единой электронной почте В настоящий момент в компании продолжает работать телефон горячей линии 8 800 2501 220 Звонок бесплатный Энергетики МРСК Урала готовы ответить на все вопросы Также на сайте ОАО МРСК Урала создан специальный раздел Посвященный новой сбытовой функции энергокомпании 27 августа отмечается День российского кино В связи с этим Верхнеуральская телерадиостудия Объявляет о начале нового конкурса «Угадай стоп-кадр» В течение пяти недель мы будем размещать в нашей официальной группе ВКонтакте Задания для участников Суть конкурса состоит в том, чтобы угадать название российского фильма по одному стоп-кадру Кинофильм может быть как современного, так и советского и постсоветского периода Стоп-кадр считается отгаданным после первого верного ответа Каждую неделю мы будем определять одного победителя, набравшего наибольшее количество баллов Награждение победителей каждой недели состоится 17 августа на площадке у Городского дома культуры Во время просмотра уличного кино О времени проведения мероприятия следите в наших новостях Также будет награжден самый активный участник конкурса по итогам всех пяти недель Важное дополнение – один участник может быть победителем только одной недели конкурса Смотрите наше кино, участвуйте в конкурсе и побеждайте! В период с 15 апреля по 1 ноября 2018 года проводится смотр-конкурс по благоустройству территорий городских и сельских поселений Верхнюральского района «Чистый район» Смотр-конкурс проводится в два этапа Первый этап – наведение санитарного порядка в период с 15 апреля по 30 сентября 2018 года с проведением субботников, оформлением, содержанием в чистоте и порядке территорий Второй этап – оценка благоустройства объектов, подведение итогов с 1 октября по 1 ноября 2018 года Для организации проведения осмотра конкурса создается районная комиссия, состав которой утверждается постановлением администрации Верхнюральского муниципального района Оценка пройдет по номинациям «Самая благоустроенная территория образовательного учреждения», «Самая благоустроенная территория дошкольного образовательного учреждения», «Самая благоустроенная территория учреждения здравоохранения», «Самая благоустроенная территория учреждений культуры», «Самая благоустроенная территория учреждения всех форм собственности», «Самая благоустроенная частная усадьба», «Памятники монументального искусства», «Лучший цветник клумба» и «Изюминка сезона» Подробности читайте в положении о конкурсе, размещенном на официальном сайте районной администрации. Подведены итоги спартакиады сельских школьников, в которой приняла участие команда детско-юношеской спортивной школы. Наши ребята участвовали в пяти видах спорта – лыжные гонки, легкая атлетика, шашки, футбол и баскетбол. В итоге спортсмены Верхнеуральского района заняли второе общекомандное место. Поздравляем с достойным результатом! В отделе МВД России по Верхнеуральскому району состоялось занятие по огневой подготовке, а именно сборка и разборка пистолета Макарова. На постоянной основе правоохранители изучают нормативно-правовую базу, проводят занятия по физподготовке, отрабатывают нормативы по рукопашному бою, принимают участие в учебных стрельбах из закрепленного табельного оружия пистолета Макарова. В каждом секторе руководитель службы индивидуально проводит работу с личным составом по функциональной подготовке. МВД России по Верхнеуральскому району приглашает для прохождения службы граждан в возрасте до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего полного общего 11 классов, годных к прохождению службы по состоянию здоровья на должность главного бухгалтера. За более подробной информацией обращайтесь в отделение по работе с личным составом ОМВД России по Верхнеуральскому району по адресу город Верхнеуральск, улица Энгельса, дом 1А, кабинет номер 313, контактный телефон 8351-43-225-65. Напоминаем, что в период с 11 по 20 июля на территории Верхнеуральского района проводится общественно-профилактическое мероприятие «Подросток». Будут организованы рейды по местам купания, по диким пляжам, ночные рейды, проверки семей, состоящих на учете на предмет организованности летней занятости несовершеннолетних. Профилактическая работа в детском оздоровительном лагере «Заря». Будет проводиться работа по разъяснению подросткам, достигшим возраста 14 лет, о возможности регистрации на портале госуслуг в Центре занятости населения. Жители района, имеющие какую-либо информацию о жестоком обращении с детьми, ненадлежащем исполнении родителями, обязанности по их воспитанию, образованию, иную информацию о правонарушениях и преступлениях, совершаемых в отношении детей или совершаемых самими подростками, всегда могут обратиться в отдел МВД России по Верхнюральскому району по телефону 02-102 с любого оператора мобильной связи или 8-351-43-226-06, а также в отделение по делам несовершеннолетних Верхнюральского отдела полиции по телефону 8-351-43-229-40. Информацию о деятельности Верхнюральского телевидения, а также анонсы передачи вы можете увидеть в официальной группе ВКонтакте УралВТВ и на сайте телевидения. Узнать подробно о всех новостях до эфира вы можете на нашем портале в уральск.лайв. А наш выпуск подходит к концу. Увидимся на следующей неделе. Хороших вам выходных. Смотрите ВТВ. 16 июля свой юбилей отметил Закарьяров Гатович Гебадуллин, генеральный директор Училинского горно-обогатительного комбината. Желаем постоянства, удачи и везения, стабильности, успеха и процветания. Отсутствие каких-либо сомнений в решениях и поступках. Пусть жизнь дарит вам массу возможностей, замечательных идей, добрых чувств, ярких эмоций, интересных увлечений и великолепных побед. С уважением, коллектив ВТВ. 16 июля юбилей отметила Ольга Евгеньевна Овсянникова, заместитель начальника управления финансами Верхнюральского района. Пусть жизнь цветет цветами, каждый день начинается с ярких солнечных красок и приятных мелочей. Здоровья, естественной красоты и души, и тела, семейного благосостояния, чтобы родные радовали больше. Понимание, необычные нежности и теплоты, достатка самого щедрого и радостей в огромном количестве. С уважением, коллектив Верхнеуральской телерадиостудии. Уважаемая Ольга Евгеньевна, коллектив управления финансами администрации района поздравляет вас с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, счастливых долгих жизнелет, чтобы юбилейный день сегодня оставил в сердце светлый след. Везение вам большого, семейной жизни теплоты и счастья тихого, простого, любви, удачи, доброты. 16 июля свой день рождения отметила Наталья Облаевна Забирова, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия. Пусть в вашей душе постоянно расцветает весна, пусть на сердце всегда будет спокойно и легко, пусть для грусти не будет ни одной причины, пусть для счастья всегда будут открыты двери дома, пусть для чудес и волшебства в жизни не будет сомнений. С уважением, коллектив Верхнеуральского телевидения. Памятная дата военной истории России 18 июля 1770 года. Сражение при Ларге. В этот день русская армия Петра Румянцева разгромила превосходившую в два раза по численности турецкую армию. За победу на реке Ларга в нынешней Молдавии Румянцев первым из военачальников был награжден орденом Святого Георгия I степени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Санаторий Карагайский Бор приглашает получить квалифицированные консультации следующих специалистов. Эндокринолог ведет работу по приоритетным направлениям деятельности, таким как сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, хроническая усталость, остеопороз, профилактика старения и не только. Прием терапевта-диетолога включает анализ композиционного состава тела на компьютеризированном аналитическом комплексе «Диамант Аист», оценку пищевого статуса, составление плана диагностики и лечения ожирения, нарушение обмена веществ, прием косметолога с применением электронного компьютеризированного дерматоскопа и индивидуальными рекомендациями по уходу за кожей лица. Телефон для предварительной записи 8 908 570 38 35. Редактор субтитров А.Семкин Вредные привычки, неправильное питание, пора оставить дочку, здоровый образ жизни, выбери свою линию жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Клейменова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова в секунду. Малооблачно, местами небольшой дождь. В воскресенье 22 июля утром плюс 15, вечером до плюс 22. Ветер восточный 4,6 метра в секунду. Ясно. В эту пятницу отмечают Международный день торта. Празднуйте дружбу и мир этим сладким лакомством и смотрите ВТВ по телевизору или на официальных сайтах, адреса которых вы видите на своих экранах. Субтитры подогнал «Симон»